Уральским буддистам власть поставила ультиматум до 1 февраля съехать с горы Качканар. Именно так представители общины Шадруб Линг трактуют итоги вчерашнего совещания в резиденции в своих сообщениях в соцсетях. Но это не совсем так. Никаких ультиматумов на самом деле не было. Как сообщил во время встречи с буддистами и промышленниками ГОКа вице-губернатор Сергей Бедонько, они все же поставили черту. Либо с понедельника, с 1 февраля верующие наконец-то начнут соблюдать условия трехстороннего соглашения о посещении культовой точки на горе только по выходным и в дни буддистских праздников. Либо все будет по закону, то есть судебными приставами. И постройки принудительно снесут, добавил вице-губернатор, сославшись на судное решение недельной давности. Либо мы возвращаемся и выполняем соглашение, которое подписано, либо каждая сторона уже будет вольна идти своим путем и, соответственно, выполнять требования законодательства. Суд эти полномочия 18 января подтвердил. 18 января этого года Качканарская фемида вынесла определение, подтверждающее прежнее решение суда о принудительном сносе буддистских построек на горе Качканар. Если до понедельника со стороны людей горной общины не будет никаких подвижек в сторону добра и консенсуса, решение суда начнут исполнять. С опозданием, правда, в 6 лет. Актом доброй воли, позволяющим урегулировать ситуацию, связанную с нахождением без правовых оснований сооружений и построек буддийской общины на земельном участке горы Качканар, не прибегая к принудительному исполнению судебного решения от 2014 года, стало заключение в октябре 2019 года соглашения о намерениях. Сейчас уже не так важно оглядываться назад, куда важнее думать, что будет завтра. В нарушении согласованного графика посещения сооружений на горе Качканар постоянно находятся представители общины. В недостаточной мере буддийской общиной осуществляется информирование посетителей об особом порядке посещения сооружений на горе Качканар. Нижнетуринский округ взял на себя обязательство выделить землю под культовые постройки в поселке Косья. А Качканарский ГОК готов инвестировать в культовую реновацию и переезд 26 миллионов рублей. Еще он отсыпал дорогу к новому храму. Считаю, что со стороны органов государственной власти Свердловской области и Качканарского ГОКа все соглашения выполнились в полном объеме. В октябре 2020 года после серии непростых переговоров было заключено дополнительное соглашение, в котором был определен порядок посещения земельного участка на горе Качканар членами буддийской общины и туристическими группами. Следует отметить, что порядок посещения подготовлен с учетом требований безопасности про проведение буровзрывных работ. По словам вице-губернатора Сергея Бедонько, который сам в декабре поднимался на гору Качканар в надежде убедить верующих соблюдать условия договора, власть, конечно, не хочет сноса культовых сооружений, пусть и незаконно возведенных здесь в 90-е годы, но и рисковать индустриальным будущим Качканара она тоже не может. К слову, горные общинники собрали под своей петицией в защиту культового комплекса на горе Качканар 4,5 тысячи подписей. Под бумагой о выдворении поселенцев с горы подписались 5 тысяч жителей Качканара. Губернский амбудсмен Татьяна Мерзлякова в ходе совещания заявила о том, что сейчас делается все возможное, чтобы буддистская община в Качканаре продолжала существовать. Если к понедельнику дежурные монастыряне покинут гору, Евраз ГОК волен исполнить судное решение о сносе храмовых построек. Воспользуются ли этим правом промышленники, пока сказать сложно. Продолжение следует... Продолжение следует...